Валютный рынок Детики Инвестиционной Академии Если вы меня видите и слыша, пожалуйста, поставьте свои плюсики в чате, чтобы я знал, что с трансляцией все нормально Итак, жду вашей реакции На нуле поставила свой плюсик То есть, поскольку я понимаю, с трансляцией все должно быть нормально, поэтому начинаем Итак, сегодня понедельник Традиционно всегда в самом начале мы обсуждаем Forex календарь Поэтому на главной страничке Alpari в разделе Аналитика Forex выбираем календарь событий от FX Street И давайте посмотрим, что у нас впереди То есть, на протяжении этой недели По всем основным валютам Начиная, допустим, с австралийского доллара Итак, по Австралии Заранее хочу сказать, что почти ничего такого значительного нет на этой неделе Кроме, конечно, индекса условий в деловой среде Национального банка Австралии Посмотрим, о чем он нам расскажет Каково их видение по будущей ситуации в Австралии Соответственно, это единственное, что я считаю, что может Ну, на что нужно обращать внимание Торгую по австралийскому доллару на протяжении недели А также хочу сказать, что если прогноз по финансовой стабильности Это очень редко, чтобы это событие влияло на курс австралийского доллара Но я помню, что были и такие моменты Когда там были опубликованы когда-то Не помню, в каких годах были случаи по поводу фискальной политики в Австралии Предстоящей такие нюансы И тогда была сильная волатильность по австралийскому доллару Поэтому, может быть, на это событие тоже стоит обратить внимание в пятницу рано утром Но традиционно это очень редко, чтобы здесь было сюрпризов Идем дальше Новая Зеландия Раз мы начали с той части мира по Новой Зеландии Также хочу сказать, что почти ничего интересного нет Розничная продажа с использованием электронных карт Индекса на продукты питания Индекс деловой активности в производственном секторе Все это мы будем на протяжении недели обсуждать Давайте посмотрим, что в США и потом в Канаде Сегодня выходной день, День Колумба Соответственно, рынки у них закрыты в США и в Канаде Также в Японии там тоже какой-то национальный праздник Видно, что в основном второстепенная статистика выходит в ближайшие дни Производственные цены выходят в среду в 15.30 Единственное более интересное Это в четверг публикация статистика по потребительским ценам Которая выходит также в 15.30 И потом экспорт и импортные цены То есть видно, что в основном индикаторы по инфляции на этой неделе Но потребительская инфляция это та, которая выходит в среду в 15.30 То есть видно, что по США вот они практически ключевые, практически индикаторы И все-таки я хочу показать, что на сайте Федерального резервного банка Атланты Если мы перейдем, давайте посмотрим, каковы их сейчас ожидания по росту ВВП После выхода статистики, которая была в последние дни То есть видно, что 4.1% они ожидают, что составит экономический рост за третий квартал За прошедший квартал после выхода всей статистики, которую мы на данный момент увидели То здесь все практически ясно У них хороший экономический прогноз по росту ВВП в США за третий квартал Итак, давайте сейчас мы перейдем к Канаде Где у нас Канада? По Канаде тоже практически сегодня выходной день Несколько второстепенных индикаторов по рынку жилья Которые мы прокомментируем на ежедневной основе во время наших следующих обзоров Европа На самом деле, поскольку я помню, почти ничего интересного нет Кроме индекса уверенности от Centix за октябрь Он продолжает немножечко снижаться На самом деле, это снижение, которое наблюдается по их видению Может надавить и на экономический рост в Европе То есть, они считают, что идет практически стагнация темпов роста То есть, рост стагнирует И там есть несколько нюансов Прокомментирована Италия Прокомментирована сфера, точнее, автомобилостроения Германии Что находится под каким-то давлением сейчас То есть, там есть неясности И вот за счет этого практически видения Centix снижаются в США Наоборот, там практически идет Они говорят, что идет перегрев экономики Что это за счет фискальных мер За счет ультрамягкой денежно-кредитной политики Которая была ранее Но сейчас предполагается, что в последнее время Денежно-кредитная политика в США ужесточается Что может рано или поздно ограничить экономический рост США Буду следить за Centix Я его прокомментирую, может быть, чуть попозже Потому что сегодня, когда индикатор вышел в 11.30 Несколько минут до начала нашего обзора Я не смог так детально его посмотреть Просто пробежался по всем странам И, может быть, более детально я его прокомментирую чуть попозже Потому что для меня это всегда интересная их аналитика Сведения о заседании ЦБ Но это минутки, может быть, на эти минутки Последнего заседания ЦБ стоит обратить внимание Традиционно тут всегда все ясно Рынок практически заранее учитывает все вот эти нюансы Вряд ли евро отреагирует на это событие На публикации минуток Но единственное, хочу сказать, что иногда Очень редко, но бывают сюрпризы Поэтому я рекомендую все-таки 14.30 Если кто-то торгует по евро Быть в это время на рынке Следующее, давайте посмотрим, что у нас по Швейцарии Или давайте по Японии посмотрим На самом деле здесь почти тоже ничего нет Сегодня выходной день Выходят всякие индикаторы там по внешней торговле Заказы на продукцию, машиностроение Корпоративные цены И индекс активности в сфере услуг Но это не от маркета Официальные мы все это будем комментировать На протяжении этой недели Важных событий, очень-очень важных На самом деле пока еще не вижу По Швейцарии почти ничего нет Безработица у них всегда на низком уровне То есть видно, что почти статистики нет И давайте посмотрим на Великую Бритарианю Тут конечно есть индекс по ВВП Который выходит в среду Завтра будет отчет комитета по финансовой стабильности То есть видно промышленное производство ВВП все выходит в среду в 11.30 То есть более-менее здесь есть такие события Которые могут увеличить волатильность По британскому фунту И это в основном во вторник в 11.30 В среду в 11.30 По Британии Я не могу сказать, что очень-очень насыщенная неделя Но есть несколько таких интересных событий У меня по календарю на этом все Единственное, хочу прокомментировать статистику По рынку труда, которая выходила по Канаде и США На прошлом неделе в пятницу Потому что это было после нашего обзора Давайте я возьму Канаду и США И посмотрим, что у нас практически было В конце прошлой недели Чтобы подвести истоки Итак, значит Количество новых рабочих мест США Оказалось достаточно хорошим Я это прокомментировал Давайте я это покажу в разделе Аналитика Форекс Обзор рынков Комментарии к статистике по рынку труда То есть я здесь четко и ясно написал Что предыдущие значения за июль и август Были скорректированы вверх В общем на 87 тысяч Соответственно Если бы не было бы этой коррекции То значение, которое вышло бы на прошлом неделе в пятницу Было бы не на уровне 134, а на уровне 221 тысяч Соответственно это хорошее значение Плюс уровень безработицы упускается При том, что доля рабочей силы в общей численности населения не изменилась То есть не было снижения И потихонечку средняя почасовая заработная плата подтягивается вверх Конечно медленными темпами Но на данный момент это чуть лучше, чем то, что было ранее То есть видно, что зигзагом медленными темпами Рост заработной платы в США идет вверх То есть индикаторы достаточно приличные Достаточно хорошие Соответственно я написал, что на фоне все выше указанного Это на прошлой неделе сразу после публикации статистики Написал Я считаю, что доллар в среднесрочной перспективе Продолжит чувствовать себя стабильно Против основных валютных паров Еврофонд, Хиена и Франк Соответственно думаю, что статистика хорошая По Канаде неплохая статистика Хороший рост изменения числа занятых Однако это за счет в основном роста занятости В частичной занятости И там было написано, что традиционно это обычное событие в Канаде В это время года То есть это не является каким-то большим сюрпризом Соответственно думаю, что это не настолько позитивная статистика Как кажется по окраскам здесь в календаре Соответственно думаю, что очень большой позитив По канадскому доллару на фоне этой статистики нельзя ожидать На этом у меня все по календарю И по прошлой неделе Так что если есть вопросы, пожалуйста пишите в чате Так, жду ваших вопросов Если вопросов нет, пожалуйста ставьте свои плюсики Так, я прочитал все, что в чате Олег, все-таки хочу попросить придерживаться к регламенту наших обзоров Надеюсь понимаете, что здесь мы обсуждаем валютный рынок Форекс, то есть они просто любые вопросы Поэтому вы сами написали заранее, извиняюсь за некорректный вопрос Давайте будем здесь все-таки обсуждать Форекс Потому что у нас время ограничено 45 минут Если мы будем обсуждать любые темы То нам 45 минут не будет достаточно Так, Грудинин Виктор ВВП это уже вторая оценка по фунту Ну смотрите, Виктор Грудинин Поскольку я понимаю Завтра должна выйти Оценка по ВВП Давайте я это посмотрим сейчас За месяц, если не ошибаюсь Значит за месяц Август, если не ошибаюсь Да, за месяц август Давайте мы все-таки это посмотрим Так, текущая неделя За месяц август Если я не ошибаюсь Да, за месяц август То есть это оценка за месяц август Виктор Грудинин Которая на самом деле в месячном выражении То есть надеюсь вы это видите в календаре Соответственно, пожалуйста Поставьте свой плюсик Что здесь практически четко и ясно указано Что это оценка За месяц август В месячном выражении То есть это в месячном выражении Грудинин Виктор Вы, наверное, думаете Что это публикация статистики Которая там за каждый квартал То есть есть за первый, за второй, за третий квартал Общий А это практически сейчас выходит Такая оценка Периодически в месячном выражении Какой был экономический рост По сравнению с предыдущим месяц На самом деле Это слишком запаздывающая статистика Здесь должны быть На мой взгляд Очень-очень большие Практически изменения Чтобы эта оценка Повлияла на британский фунт То есть я все-таки хочу сказать Что я лично больше пользуюсь Вот такими оценками Оценка темпов роста ВВП Национального экономического Исследовательского института Потому что они дают свои прогнозы За следующие несколько месяцев А иногда за следующие несколько кварталов Или даже там 2-3 года То есть для меня это намного важнее А эта статистика Прошедшая это все в цене фунта То есть здесь на мой взгляд Только при больших отличиях От предыдущих значений От ожиданий Может увеличиться волатильность Хорошо Давайте мы тогда продолжаем Потому что поскольку Понимаю вопросов нет Дополнительных Соответственно Мы Упс Перейдем к На самом деле я хочу сказать Что на прошлой неделе Как я говорил Я буду открывать сделки Либо там в паре евро-доллар У меня была открыта сделка В паре доллар Евро-доллар Соответственно Чуть попозже его прокомментирую Соответственно Начинаем Долларовый индекс На месячном таймфрейме На месячном таймфрейме На месячном таймфрейме Мы наблюдаем Что позитив по доллару Долларовый индекс Сохраняется У текущей свечи Уровень Который наблюдается Он выше максимума За сентябрь Соответственно Это на мой взгляд Лично мне кажется Что говорит о том Что позитив У доллара Или как я говорю Стабильность доллара Она против основных валют Сохраняется Потому что я не могу сказать Что здесь есть Какой-то очень такой резкий Солидный рост У доллара Который Прям Растет Очень быстро И сильно Против остальных валют Это скорее всего Для меня какая-то Стабильность у доллара Которая просто сохраняется И доллар продолжает Давить на остальные Валюты Плюс на уикли Мы зафиксировали Бычье поглощение Оно подтвердилось Вот этой свечью Соответственно Мне кажется Что здесь Это говорит о том Что в этой зоне Очень солидная поддержка У доллара И скорее всего На других таймфреймах Можно предположить Что потихонечку Доллар практически Вряд ли упустится Ниже этой впадины А эта впадина Практически Мы зафиксировали Когда-то В качестве вершины В конце прошлого года На самом деле Это примерно В то же самое Время года То есть между Сентябрьским И декабрьским Заседанием Федрезерва Мы это Очень активно Обсуждали В прошлом году Соответственно Здесь получается Что скорее всего Это хорошая поддержка Здесь Я предполагаю Что хотя И медленными темпами Доллар Каким-то образом Зигзагом Снова продолжит Свой рост В ближайшее время Если не будет Какого-либо Форс-мажора Допустим В США Потому что Да Ранее был восходящий Тренд Коррективное движение В преддверии Заседания Федрезерва В виде Нисходящего тренда На более мелких Таймфреймах Это закончилось Потому что Мы обновили Вот эту вершину То есть Последняя вершина На графике На той части графика Которую мы обсуждаем Обновляет предыдущую Соответственно Я предполагаю Что это говорит О возобновлении Стабильности Американского доллара Мы об этом говорили Тем более Что уже на мелких Таймфреймах Как 30-минутный Таймфрейм Например На 15-минутном Таймфрейме Здесь продолжается Восходящее движение Это конечно За счет того Что Все то же самое В паре евро-доллар Вот на местном Таймфрейме Мы еще на прошлой неделе Видели вот этот Хотя и не зафиксированный Но потенциальный Медвежий сигнал Что свеча За октябрь Начинает обновлять Предыдущие минимумы И максимум Не обновляет Предыдущий максимум Также на уикли Здесь Медвежье поглощение Которое соответствует Бычьему поглощению В долларом индексе Плюс оно подтвердилось В конце прошлой недели Я предполагаю Что если не будет Форс-мажора Вот эта голова и плечи Она Скорее всего Сработает Есть медвежий сигнал На месячном Таймфрейме Частично он подтверждается Вот этим медвежьим Поглощением На Уикли Таймфрейме На дневном Таймфрейме Хочу сказать Что мы зашли В эту зону Между двумя Горизонтальными Зелеными Линиями То есть Мы его обозначили Серым диапазоном Когда-то На самом деле Все практически Достаточно хорошо Сработало Потому что Здесь Когда я рисовал Вот эту серую зону И говорил Что я предполагаю Что мы войдем В эту зону И в основном Будем в ближайший квартал Сохраняться в ней Так и произошло Потому что Здесь Единственная Получается Вот эта часть графика Какой-то рыночный шум Выше серого диапазона То есть Ну в основном Мы можно сказать Что были В этом сером диапазоне Вблизи Практически Верхние границы То есть в основном Это В той же части Не было Ни такого резкого движения Вверх Ни резкого движения Вниз Когда я Это практически рисовал Сейчас предполагаю Что мы потихонечку Будем Зигзагом Идти вниз Потому что На х4 У нас ранее Был нисходящий треугольник Также потенциальный Нисходящий тренд Зона Из Серых Прямоугольников Которую я обозначил ранее И она имеет большую значимость Для меня Я это все объяснял И я предполагаю Что после очередного Заседания Федрезерва На данный момент Нет солидных причин Для того Что мы поднялись Выше вот этих Серых прямоугольников Поэтому Напоминаю На мелких таймфреймах Продолжаются здесь Нисходящие движения Вот они Практически Можно их Видеть хорошо И на мелких Таймфреймах И на прошлой неделе Я говорил Что если будет Хорошая статистика Или нормальная статистика По рынку труда В США Которая не надавит На американский доллар После окончания Волатильности Я могу открыть сделку На продажу В паре евро-доллар Или в паре фунт-доллар Я открыл сделку На продажу В паре евро-доллар Значит Сделку Открывал Конечно После окончания Вот этой Волатильности И поскольку Сейчас Вот она Волатильность Которая была После рынка труда Конечно Я не на той самой Вершине Открывал Примерно 1.15.11 Или 1.15.15 У меня Было Два Тейк профита По этой сделке Которая Открыта На мелких Таймфреймах Первый Тейк профит Находился На уровне 1.14.81 Если не ошибаюсь Может быть 1.14.82 А второй Тейк профит По этой Маленькой Сделке Находился У меня На уровне 1.14.72 Или 1.73 И мне Сейчас Очень интересно Понятно Первый Тейк профит Прошел Второй Тейк профит Прошел Потому что Мы сейчас Находимся Во время Нашего Курса Я не знаю Вот здесь Практически 1.14.71 У меня Сколько Там 1.14.72 И 1.73 Тем более Что это Демо У меня Торговый Терминал Сработал Или Там Второй Тейк профит Я буду Очень рад Если Второй Тейк профит Который Где-то Здесь Находится В моем Терминале В паре Евро Доллар Сработал То Здесь Я Открыл Сделку Половина Уже Закрыта С профитом Вторая Практически Вблизи Закрытия И На самом Деле После Нашего Обзора Могу Ее Практически Вручную Потом Закрыть Если Мы Будем Вблизи Этих Уровней Но На данный Момент Давление Со стороны Евро На Американский Со стороны Доллара На Евро Продолжается И так Идем Дальше Пара Фунт Доллар Очень Схожая Динамика Однако Схожая Динамика Если Рассматривать Глобальный График А так Мы Видим И это Мы обсуждали На прошлой Неделе Что На данный Момент Фунт Не Копирует На Уик Тайм Фрейме Вот эти Свечи Которые Практически Есть В паре Евро Доллар На Уик Вот Те Свечи Почему Потому Что Ранее Практически Фунт Мы Это Обсуждали На прошлой Неделе В основном Снижался И Потом Практически Он Немножко Отскочил Чтобы Дойти До Тех Уровней На Которых Практически Пара Торговалась Грубо Говоря В конце Июля Начале Июля То Вот Есть Такой Отскок А в паре Евро Доллар Вот Практически Конец Июля Вот Он Практически Начало Июля Здесь Практически Мы В основном Шли В бок И Поэтому Сейчас Немножко Начали Снижаться Мне Так Кажется То Корреляция Между Евро И Фунтом Она Достаточно Высокая Мне Так Кажется Однако Видно Что На Тяжелых Таймфреймах Идет Хорошая Корреляция Сейчас На Уикли Немножечко Была Дивергенция И Мы Это Обсуждали На Прошлой Неделе Я Все Так Предполагаю Что Если Перейти На Более Мелкие Таймфреймы Вот На Х4 Вот Нисходящий Тренд Коррекция Которая Также Есть Парь Евро Доллар Выход Из Коррекции Сейчас Мы Пытаемся Снова Зайти В Эту Коррекцию То В Сходящий Тренд Снова Тестирую Вот Эту Серую Зону Я Предполагаю Что Здесь Может Нарисоваться Нисходящий Тренд Вот Он Практически Условный Нисходящий Тренд На Более Мелких Таймфреймах То Мы Кунтуру На Прошлой Неделе Ориентировочно Рисовали Я Предполагаю Что Здесь Может Нарисоваться Нисходящий Тренд Так Как У Меня Сейчас В Я Может Быть Потом Перейду На Такую Же Сделку Маленькую На Продажу На Коротких Таймфреймах В паре Фунт Доллар Но Это Будет После Выхода Статистики Там По Великобритании Которая Выходит Соответственно И во Вторники В среду В 11.30 И Конечно Это Будет За счет Того Если На Мелких Таймфреймах Вот Этот Потенциальный Восходящий Тренд В Пойдем Вниз Соответственно Вот Здесь Сейчас Нахожусь В Ожидании В Паре Доллар Франк Хочу Сказать Что Мы Комментировали Что Позитив Возобновляется Тем Более Что На Месячном Таймфрейме Кажется Что Здесь Может Нарисоваться Бычье Поглашение Если В конце Месяца Мы Как Минимум Будем На Этом Уровне То Это Будет Хороший На Тяжелом Таймфрейме Бычей Сигнал На Уикли Мы Видели Что Здесь Была Мощная Бычья Свеча Которая Перекрыла Несколько Свечей Плюс Текущая То За Прошедшую Неделю Свеча Которая Сформировалась Она Тоже Подтвердила Вот Это Бычье Поглашение То Здесь Практически Позитив По Доллару Против Франка На Позиции В паре Доллар Франк Нет На Дневном Таймфрейме Это Та Граница Которая Раньше Играла Важную Роль В 2016 Году Это Грубо говоря 99 Там 50 99 60 То То Мы Где-то Здесь Вот Если Будет Пробита Эта Граница И Мы Пойдем Вверх Я Думаю Что Выше Париитета Мы Точно Пойдем И На Тяжелых Таймфреймах Будем Идти К Этим Вершинам Которые Находятся На Уровне 1.02 Итак Если Перейти На Х4 Здесь Не Вижу Никакого Тренда На Мелких Таймфреймах Как В паре Евро Доллар Так И В Доллар Здесь Идут Конечно В каком-то Виде Такие Восходящие Движения Но Я В них Не Торгую Напоминаю У У Европейских Парах В паре Евро Доллар Была Сделка И Она Пока Еще Предполагает Что Вторая Часть Не Закрыта Есть Может Быть Чуть Позже Закрой Потому Что Все Так Сейчас Выходной День Даже Если Будет Падение Может Быть Завтра Перед Открытием Торгов Или В какое То Время Рынок Вспомнит Что Давайте Дождемся Американцев И Соответственно Я Не Хочу Рисковать Поэтому Во время Европейской Сессии Точно Я Должен Закрыть Свою Маленькую Сделку Вторую Часть На Продажу И Буду Ждать Либо Снова В паре Евро Доллар Либо В паре Фунт Доллар Возможность Для Открытия Сделки На Продажу Этих Валютных Пар То есть Покупая Доллар Против Европейской Валюты На Этих Мелких Таймфреймах Пара Доллар Йена И так Напоминаю Здесь На Месячном Таймфрейме Мы Потихонечку Идем Вверх 61 уровень По Фиборадж Конечно Ситуация Достаточно Сложная Почему Потому Что Здесь Было Нисходящее Потенциальное Движение Здесь Восходящее Симметричный Треугольник В конце Симметричного Треугольника Все Это Достаточно Сложно Предсказывать Мы Это Неоднократно Обсуждали На Уикли Интересное Событие Сформировалось Череда Из трех Белых Свечей То есть Три Белые Вороны Однако Падающая Звезда И сейчас Мне интересно Как закроются Текущие Недели Я хочу На самом Деле Так же Посмотреть Сентикс Который Сегодня Вышел По Европе В этом Сентиксе Так же Прокомментирована Ситуация И в Ситуация И в Японии Хочу Посмотреть Каково Видение Европейского Инвестора Европейских Инвесторов По поводу Японской Экономики И тогда Будут думать Что здесь Делать Напоминаю Здесь На дневном Таймфрейме Я Отслеживаю То есть Это на Х4 У меня Графики Вот это Восходящий Тренд Является Ли Это Очередной Вершиной Которая Практически Подтянет График Вниз Или Наоборот На мелких Таймфреймах В частности На Х1 И в частности На 30 минутном Таймфрейме Вот если Давайте Я это Вот так Нарисую Вот эти Практически Тренды Восходящие Сохранятся ли Мы будем Следить На этих Таймфреймах Напоминаю У меня Здесь Была Сделка На покупку Половину Сделки Я закрыл Вблизи 114 Половину Сделки Я оставил Передвинул Стоп Лосс На безубыток Мы это Уже Неоднократно Обсуждали На прошлой Неделе И также Я хочу Сказать Что на Уже Более Вот этих Мелких Таймфреймах Я хочу Попытаться Поторговать Внутри Восходящих Движений На прошлой Неделе Я говорил Что буду Рассматривать Возможность Закрытия Той Момент Момент У меня У меня Сделка Остается Та Часть Сделки Которую Я не Закрыл Соответственно Стоп Лосс Находится Вот здесь На уровне 111 Примерно 34 Или 37 Где-то Там Между 111 30 И 111 40 То есть На безубыточном Уровне Конечно Если здесь Возобновится Восходящее Движение Я буду Пытаться В нем Торговать Если здесь Все понятно Ясно Ставьте Свои Плюсики Потому что У меня Здесь Есть сделка Которую Половину Я закрыл И об этом Мы неоднократно Говорили Жду Вашей реакции В чате Так Идут Одни Плюсики Давайте Я все-таки Прокомментирую Немножечко И те Вопросы Которые Появились В чате Которые Не так Сильно На мой Взгляд Связаны С нашим Обзором По валютному Рынку И так Первое Александр Ануфриев Спрашивает По вашему мнению Насколько Есть вероятность Что китайское Правительство Начнет Продавать В больших Объемах Дол США Вы знаете Я не могу Знать Что собирается Делать Китайское Правительство Какова Вероятность И так Далее Потому что Вы сами Знаете Что Китай Более Закрытое Государство Плюс Никакое Государство Не будет Раскрывать Свои действия Раскроют Но мы Со временем Практически Можем Узнать Что произошло Когда-то Поэтому Это вопрос Не ко мне Может быть Лучше На самом деле Это не в Чуточном Виде Если действительно Вы этим Интересуетесь В основном Центральные Банки Они имеют Такие Отделы Которые Практически Связаны С Публичностью Или Для Того Чтобы Освещать Полезную Информацию Отвечать На вопросы Граждан Этих Стран И так Далее Вы можете Написать Понятно Что вряд ли Вы Китайскому Банку Напишите Если Вы живете В России Или Я не знаю Где Вы можете Вашему Центральному Банку Написать По поводу Их Видения И так Далее Интересно Если Они Ответят Но Я Никак Не могу Знать Какова Вероятность Это Лишь Уже Какие-то Теоретические Предположения Конечно Если Окажется Так Что У Китая Какой-то Гос Китай Держит Какой-то Гос Долг Американский И Вдруг США Ведет Санкции Против Них И Не Сможет Китайская Власть Избавится Когда-нибудь Из своего Госдолга Типа Американцы Никогда Не вернут Деньги Китайцам Может быть Они Предпримут Какие-то Действия Потому что Мы Видели Что Когда Начали Санкции Против России Со стороны США Российская Власть Начала Избавляться От Таких Активов Чтобы Оберечь Себя От Эвентуального Возможного Риска Если Вдруг Американцы Заблокируют Вот эти Активы России Чтобы Они Не смогли От них Избавиться Конечно Я все-таки Хочу сказать Что По моему Мнению Это Очень сложно Так же Сделать То есть Тут Это Все Практически Одна Теория Которую Мы Обсуждаем Потому что Я помню Что В 2008 2009 Году Очень Большая Часть Китайского Госдолга Практически Они Хранили В Бельгии Через Каких-то Посредников То есть Никто На самом деле Из Широкой Публичности Не знал Что это Китайские Деньги Там Я помню В списках Все удивлялись Откуда У Бельгии Такое Большое Вложение В Американские Активы Было 600 Или 700 Миллиардов Долларов То есть Бельгия Всегда Была В лидерах Держателя Американского Госдолга Уже Через 5-6 лет Стало Ясно Что Это В обход Китайские Деньги Практически Которые Были Стало Ясно Поэтому Я хочу Сказать Что Всегда У Больших Игроков Найдется Способ Обойти Все Барьеры Если Необходимо Поэтому Это Сложные Вопросы На самом Дени Я не думаю Что они Настолько Сильно Связаны С нашим Обзором По Валютному Рынку И Конечно Все Вопросы Которые Вы написали Прошен Олег Как Вы Предполагаете Насколько Британия Сможет Подрасти Мы Все Обсудили Пару Фунт Доллар Надеюсь Что Во время Обсуждения Пары Фунт Доллар Вы Получили Ответ На Этот Ваш Вопрос Также Доллар Упадет На 200-300 Пунктов Думаю Что Когда Мы Обсуждали Доллар В индекс А Также Все Остальные Пары Вы Тоже Получили Ответ На Ваш Вопрос Насколько Там Какие Движения Могут Произойти Я На самом деле Никогда Вырасти На 200 Пунктов Против Кого Против Рубля Против Евро Просто В таком Виде Имейте Ввиду Что Мало Кто Практически Может Обозначить Какие Там Потенциальные Такие Уровни Что Какая Валюта Вырастет На 200 Пунктов Против Кого В течение Какого Переда На Каком Тайм Фрейме То Имейте Ввиду Что Нужно Всегда Обозначивать Вот Эти Нюансы И так Идем Дальше В паре Доллар Канадский Доллар Что У нас Есть На Месячном Тайм Фрейме От Линии Потенциальной Линии Тренда Формируется Попытка Отскока И Это Формируется За счет Попытки Отскока На Уикли Тайм Фрейме От Примерно Нижней Части Вот Этого Восходящего Движения Однако Мы знаем Что На Х4 Все Так Мы Находимся Лучше Покупать Доллар Против Других Валют Которые Я Прокомментировал А здесь Рано Или Поздно Если Мы Выйдем Из Вот Этого Коррективного Движения При Вот Таком Движении Вниз Которое Протестирует Верхние Пределы Нисходящего Канала При Отскоке То есть При Возобновлении Тренда Я бы Тогда Подключился На Покупку Я Это Расскажу Если Действительно То есть Если Действительно Увижу Такую Возможность Я Это Расскажу Потому Что Я Сам Открою Такую Сделку На Данный Момент Вы Знаете Я Я Я Я Я Я Наблюдателем Почему Потому Что В Долларовом Индексе Идет Позитив По Доллару То Что Мы Видели На Тяжелых Таймфреймах А В Паре Доллар Канадский Доллар Мы Здесь У Американского Доллара Хотя Напоминаю Что В Начале Обзора Прокомментировал Что Статистика По Рынку Труда Мне Кажется Хорошая Статистика По Канаде Мне Кажется Что Она Нейтральная Соответственно Не думаю Что Она Может Повлиять Настолько Позитивно На Данный Момент На Канадский Доллар Тем Более Что Цены На Нефть Немножечко Начали Корректироваться Поэтому Думаю Что Все Эти Факторы Могут Со Временем Подтянуть Пару Вверх Но Я Здесь Ловить Впадину И на Прошлой Неделе Не Собираюсь В паре Австралийский Назвезеландский Доллары Идут Нисходящее Движение Мы Это Неоднократно Комментировали Находимся В нижних Частях Нисходящих Движений На Х4 Напоминаю Что На Прошлой Неделе Я Половину Своей Позиции Убрал На Продажу И Остается Последняя Половина Из Той Сделки Которую Я Когда-то Открывал Которую Я Оставлю Сохраняю На Тяжелых Таймфреймах С целью Достижения Более Низких Уровнях И На Сам Деле Я Одну Вещь Хочу Сказать Значит У Меня Тейк Профит Внутри Вот Этой Впадины То есть Я Говорил Что Буду Сохранять Эту Позицию До Нижних Пределов Этого Серого Диапазона У Меня Практически Тейк Профит В Этой Впадине И Ранее Я Соответственно Когда Говорил Что Она Находится Чуть Выше 63 То 63 10 На Сам Деле Я Четко Ясно Проверил С С С С С Платформе Получается 63 32 То 33 Может Быть 35 Помню Что Просто Уже Когда Человек Очень Часто Торгует И Открывает Эти Сделки 63 32 Думаю Что Где-то Там Ну 2 3 Пипса Это Не Настолько Значимо Хорошо Надеюсь Это Было Понятно То Я Продолжаю Сохранять Ту Часть Незакрытые Сделки В Паре Новозеландский Доллар Доллар Потому Что Считаю Что Мы Рано Потому Что Да Здесь Ранее Был Хороший Нисходящий Тренд Где Мы Торговали Точнее Я Не Знаю Кто Торговал Со Мной Но Я Здесь Открывал Несколько Раз Несколько Сделок Потом Как Мы Вышли Вбок И Переносимся Все Время В параллельные Каналы Я Отказался Торговать Потому Что Все Зеленые Пунктиры Мы Обсуждали Являются Такими Уровнями Поддержки И Мы Здесь Говорили Я Предполагал Что Будут Уже Отскоки От Этих Уровней Поэтому Здесь Пока Еще Воздерживаюсь Хотя Мне Кажется Что Если Доллар Продолжит Давить На Евро И На Остальные Пары Мы Здесь Увидим Продолжение Снижения Вниз И Зайдем Вот Этот Зеленый Диапазон В Некой Более Долгосрочной Перспективе То Предполагаю Что Мы Зайдем В Этот Диапазон Поэтому Очень Скоро Я Могу Здесь Подключиться На Продажу Если Здесь На Уикли Зафиксируется Хорошее Медвежье Поглашение Потом Я Буду Искать Уже Моменты На Более Мелких Таймфреймах Торговать В Направлении Снижения Золота Если Это Было Понятно Ставим Свои Плюсики Жду Ваши Реакции В чате Хорошо Поскольку Я вижу Только Одни Плюсики Идут Соответственно Всем Огромное Спасибо За то Что Вы Подключились К Сегодняшнему Обзору Желаю Вам Конечно Удачного Дня Хорошего Дня Удачи На Финансовых Рынках И Конечно До Завтра Когда Мы Увидимся Во время Нашего Следующего Обзора С вами Как Всегда В это Время Был Василий Битков Аналитики Инвестиционной Академии Всем Еще раз Спасибо Субтитры